Сегодня, 18 марта, глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве, в Кремле, присутствовал на выступлении президента России Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества. Тема обсуждения очевидна. Это результаты референдума в Крыму и Севастополе и их обращения о приеме в состав Российской Федерации. Одновременно во многих российских городах, включая Москву, проходят митинги. Жители нашей страны выражают согласие с таким решением крымчан и севастопольцев. В столицу Чувашии люди собрались на площади республики. Оттуда несколько кадров, иллюстрирующих позицию чебоксарцев по крымскому вопросу. Известие о том, что сегодня, 18 мая, подписан договор о принятии республики Крым в Российскую Федерацию, в Чебоксарах восприняли вполне ожидаемо. С нашей точки зрения, это не только логический результат усилий, предпринятых властями и жителями Крыма, но и торжество доброй воли. Это не просто решение, это победа, огромная победа добра над злом. Это победа безумия над безумием, фашистским безумием. Это победа народа над украинским олигархатом. Это наша общая победа, это победа всего славянского мира. Сегодня президент не случайно вспомнил Югославию, вспомнил Госсово, вспомнил, как побили Благодарцев. Потому что если бы сегодня мы не победили, то не исключено, что следующим этапом была бы наша страна, была бы Россия. Поэтому оценить сегодня трудно. Я думаю, мы ее оценим со временем. По крайней мере, то, что сегодня произошло, это праздник. Это большой праздник для всех нас. У нас учебно-тренировочные сборы проходили раньше в Евпатории. Поэтому мы очень любим этот народ. Это очень, знаете, по-украински с широкой души люди. Это замечательные, хорошие спортсмены. Действительно, и спортсмены сильные, и есть чему поучиться, и когда составляешь единое целое, и в спорте, и в жизни. Это самое главное в любом государстве, в любой стране. Действительно, это большой-большой праздник большой страны. Украинская мудрость советует друга Шукай, а знает Эш Тримай. На русском тоже достаточно советов о том, как надо дорожить дружбой. И совсем скоро к этим рекомендациям добавится еще одна. Предполагается, что в Крыму будет три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. Впрочем, слова дружбы и родина произносятся не языком, а сердцем. А потому понятно всем.